Всем привет! В прошлом видео мы хорошенько отжарили, прокачали наш глок, теперь настала пора обмазаться напечатанными обвесами. Будем устанавливать целики, мушки, различные виды компенсаторов, магвелы, крепления для оптики и пятки для магазинов. Ссылки на модели будут добавлены в описании к видео. Поехали! Все модели, представленные в видео, напечатаны на принтере Flying BIRGOST 2-го поколения с внесенными модификациями. Пластик PG, сопло 0,4 мм, толщина слоя при печати 0,1 мм. Заполнение желательно 100%. Модели зашкурены и покрашены. Все модели тестировались на совместимость только с пистолетами КП-17 и КП-18 от КЖВ. Начнем с самого маленького и сложного. Целики и мушки. Установка целика и мушки. Для начала необходимо отделить слайд пистолета от рамы. Далее убираем возвратную пружинку. Достаем внешний стол с внутренним стволом. И для замены целика выкручиваем винтик, удерживающий газовую камеру. Целик выпал. Вставляем новый напечатанный. И в обратной последовательности закручиваем винт. Так, целик установили. Теперь мушка. С мушкой то же самое. Выкручиваем фиксирующий винт. Устанавливаем на штатное место мушку. И закручиваем винтик. Прицельные приспособления заменены. И на сегодня это было самое сложное. Дальше будет попроще. Оптоволокно можно раздобыть на Алиэкспрессе. Теперь компенсаторы. Начнем с тех, которые крепятся на рельсу. На выбор представлены три типа компенсаторов. Каждый тип самоденирован. Как с нижней рельсой, так и без нее. Установка проста. Натягиваю компенсатор на рельсу пистолета до упора. Так, сначала уберем переходик. В зависимости от жесткости посадки, можно дополнительно зафиксировать компенсатор 914 гидом. Для этого имеется специальное отверстие. В моем случае это не потребуется. Изделие очень плотно сидит на пистолете. Далее установка компенсаторов, для которых нам потребуется переход. С правой 11 резьбы на левую 14. Переходик. Кстати, почему-то в разных партиях кожевышных пистолетов 18 версии есть пистолеты со стволом, имеющим внешнюю резьбу. А в других партиях нет ни внутренней, ни наружной резьбы. Поэтому я поставил себе ствол от ваешного блока с внутренней резьбой. Все работает, не заедает. При установке компенсатора на переход для лучшей фиксации последнего можно установить резиновое кольцо. Либо намотать кусочек фум-ленты. Лучше, конечно, резиночку по диаметру подобрать. Натягиваем. И теперь накручиваем компенсатор. На выбор представлены 4 типа компенсаторов. Я ничего не придумывал, как смог скопировал с фотографии боевых аналогов. Далее установка креплений под оптику. Представлены два типа креплений. Первый тип – это крепление на рельсу с дополнительной фиксацией через спиц спускового крючка. Чем бы это дело зафиксировать я не нашел, оставил на ваше усмотрение. Второй тип – это крепление только на рельсу. Каждое из креплений, в свою очередь, может быть распечатано либо с рельсой на верхней площадке, либо без рельсы, но с посадочными отверстиями под коллиматор. Надеюсь, у китайцев посадочные размеры плюс-минус километр одинаковые. Гребтор Момф на трубе плюс-минус. Момф на трубе плюс-минус. Был calm, нар душ, слайда Был H Рельсы Сalk- spl- Слайда Был Слайда 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 Дальше Продолжение следует... Продолжение следует... Представлены два типа. Обычный и широкий для спортсменов. Установка производится в следующем порядке. Берем специальную фиксирующую втулочку. Устанавливаем ее в полость за шахтой магазина и фиксируем на винт, желательно ISO 7380. Далее устанавливаем необходимый нам лагуэлл на рамку пистолета. И фиксируем на втулке, тоже ISO 7380 желательно. Да, вот это дуплище. И на сладенькое. Пятки для магазинов. Есть три вида. Средняя, высокая и тактикульная. Установка простая. Снимаем стандартный огрызок. И вместо него, оттянув немного пластиковую хреновину на основании пружины, проталкиваем новую пятку по пазам. Последующая перезарядка газом или смена баллона производится без особых проблем. Время. Снимаем. 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 Пожертвования в адрес канала для развития данного направления. Реквизиты будут в описании к видео. В ближайшее время нужно будет добить проект современного кита для Томпсона М1А1 совместно со 151 убежищем. Реквизиты будут в описании к видео. Проект уже в высокой степени готовности и скоро, надеюсь, не как обычно, а именно скоро окажется в открытом доступе. Все новости по этому проекту можно будет найти в ВК в группе 151 убежища. От меня будет инструкция по сборке. Вроде бы все сказал. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...